Еще за час до начала диктанта участники подкрепляются пончиками, бодрятся свежим кофе, делают фото на память и несут на площадке килограммы макулатуры. За кулисами, тем временем, втайне от всех, диктор вскрывает конверты с текстом. Автор нынешнего диктанта Леонид Юзуфович специально для проекта писатель создал три эссе о своих родных городах – Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Чтобы избежать подтасовки результата, весь мир поделили на три часовые зоны. Для каждой свой отрывок. Текст очень благозвучный, текст очень лирический, очень душевный, я бы сказала. Я сравнивала его с прошлогодним текстом, на котором, кстати, я и репетировала как диктор. Прошлогодний текст был более сложный, там были диалоги, здесь было немножко попроще и с русским языком, и с пунктуацией. По всей стране это уже 14-й по счету диктант, в чете же юбилейный пятый. Семь площадок, общее количество участников – 836 человек. Бланков на всех просто не хватает. Организаторы раздают обычную бумагу. На лицах даже у студентов, добровольно пришедших писать тотальный диктант, читается легкое волнение. Они, что называется, в теме. Правила русского языка еще свежи в памяти. Сложнее тем, кто давно покинул школьные классы и университетские аудитории. Я любил русский язык, мне он очень нравился. В принципе, он давался мне легко. Не знаю, как сейчас. Все-таки прошло 50 лет, как и в школе могу быть. Дух борьбы за лучший результат присутствует. Но организаторы еще раз напоминают, что главная идея акции – проверка собственных знаний. А в других городах именно с этой целью на диктант приходят не только рядовые граждане, но и министры и депутаты. В чете представители власти на подобных мероприятиях гости нечастые. Со стороны власти, честно скажу, интерес не очень большой. Единственная городская администрация, они проводят у себя внутри тотальный диктант уже после. И вот в этом году у нас такая предварительная договоренность, что я приду и прочитаю диктант для сотрудников. Это закрытая или открытая? Это будет закрытая площадка, уже, конечно, совсем другое. Но вот они хотят попробовать, но чтобы никто не видел. Еще за пару дней в официальных группах организаторы приоткрыли тайны текста. А именно в социальных сетях опубликовали 9 орфографически сложных слов диктанта. Пьегистал, парапет, бастион, осклизлый, стерлядь, исполин, буддизм, перпендикулярный и полиэтиленовый. Теперь участники во всей оружии. Можно и начинать. Для написания текста отведен один час. Произведение писателя Леонида Юзуфовича диктуют люди разных профессий. Учителя, телеведущие или, например, в этой одной из самых крупных по численности участников аудитории читает худрук краевого драмтеатра Николая Годомский. Работы будут проверять опытные филологи и лингвисты. Свои результаты участники смогут узнать после 12 апреля. Екатерина Гаврилова, Евгений Богорелый, ЗАПТВ.